Вам нравится смотреть фильмы про лихие 90-е с разборками на стрелках? Так вот, сейчас вы увидите Рубилова еще круче, несмотря на то, что оно проходит под эгидой официальных соревнований. Привет, бронебойные муравьи! С вами проект мой Тай Сикея и я, Варченко Виталий. В этом видео я вам покажу сразу два боя с международного чемпионата по командным боям. Первый будет между Польшей и Швецией, а второй между Россией и Чехией. Прежде всего нужно сказать про сам турнир. Он называется Team Fighting Championship или TFC. Суть очень проста. В ринг заходят две команды по 5 человек каждая. И все 10 человек начинают драку между собой одновременно. Хотелось бы акцентировать слово именно на драка, а не бой. Это вам не UFC. Здесь можно гораздо больше и вероятность серьезной травмы в десятки раз выше. Да вы и сами это все поймете после первого боя. Хотя второй будет еще жестче. Поэтому назвать это направление боя спортом тяжеловато. Оно больше похоже на уличную драку стенка на стенку, где можно бить ногами лежачего, добивать локтями по затылку, втроем месить как попало одного, который не сопротивляется. Конечно, для кого-то этот турнир будет слишком жесток или суров, но с него тоже можно извлечь пользу. А именно со стороны посмотреть, что происходит в реальной уличной драке с толпой. И как там будет работать партер, борьба и ударная техника. А мы переходим к боям. Первый бой, который мы сейчас посмотрим между командой LPH из города Познань, Польша и командной Wasteman из города Готенбург, Швеция. Обе команды очень заряжены на бой. Адреналин зашкаливает и это все выливается в набег стенка на стенку с ударами ног в прыжке. Постепенно все разбиваются по парам и бой перетекает в парты. Хочется отметить, что так происходит практически всегда, но только до тех пор, пока в какой-то паре кто-то не победит. А в нашем бою один из шведов проиграл очень быстро, возможно даже пропустил в стойке. И поляки сразу получили огромное преимущество в одного бойца, который сразу бросился на помощь товарищам, сделав перевес в одной паре 2 на 1. После чего они, конечно, быстренько оприходовали противника и дальше пошло Мочилова. 3 на 1, потом 4 на 1 и уничтожение последнего шведа, который держался дольше всех в пятером. Если для вас этот бой показался жестоким, то от следующего вы будете в шоке. А пока следующие две команды готовятся к бою, я хочу сказать про рефери. На прошлом видео ребята писали в комментах, что рефери не успеет за всеми уследить. Но дело в том, что в ринге 5 рефери, по одному на каждую пару. Поэтому поединок полностью под контролем. А вот профессионализм этих рефери – это уже другой вопрос. И в этом бою лично для меня он под большим сомнением. В ринг выходят команда «Янг Волк» из Москвы, Россия в серых футболках, против «Прага Бойс» из Праги, Чехия в черных футболках. «Янг Волк» из Праги, Чехия в черных футболках. Они заряжены, но никто с ногами бросаться не стал. А все так же разбились по парам. И практически за первые 10 секунд все бойцы оказались в партере. Вот вам и стойка в уличном бою. Теперь все будет зависеть от мастерства каждого конкретного бойца. Ведь выиграть бой у своего визави – это практически сразу обеспечить перевес в одного бойца для своей команды. А значит практически выиграть бой. Но только если противник в другой паре не сделает то же. «Янг Волк» из Праги, Чехия в черных футболках. «Янг Волк» из Праги, Чехия в черных футболках. Рефери останавливает добивание в первой паре. И боец из России сразу бросается на помощь партнеру по команде, который был в партере снизу. И сносит сидящего на нем Чеха. А дальше уже вдвоем бойцы начинают его добивать. Еще минус один. И кому-то из чехов сейчас будет очень нехорошо, когда трое начнут его одаривать плюхами. А тем временем также двое россиян гасят одного лежачего Чеха. Причем один из них лупит просто ногами по почкам, никак не сопротивляющегося противника. А вот здесь возникает вопрос судейства. Как по мне, рефери должен сразу вмешиваться в такие ситуации. Когда боец просто лежит на конвасе, полностью закрыв голову руками и никак не сопротивляясь. Он просто ждет, когда его выключат в нокаут или когда же наконец это побоище остановит судья. Но тот не спешит, давая насладиться избиением оппонентам сверху. А это вообще классный момент. Трое лупят одного Чеха. Тот кое-как отползает к конвасам, ища спасения. А рефери вместо того, чтобы остановить бой, поднимает его, толкает в ринг со словами «Мало ты здоровья там оставил, сынок, давай иди получи еще пару лящей ногами и локтями». Потом остановлю. Субтитры сделал DimaTorzok А наш бой заканчивается победой «Янг Волков» из России. Конечно, на эти бои и ситуации можно смотреть по-разному. Кто-то скажет, что это не спорт, а полное зверство и уличный мордобой. А кто-то скажет, что такие бои показывают реальность и закаляют настоящий характер. Ведь чтобы выйти на такой бой, нужно иметь стальные бубенцы. А что вы думаете, пишите в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Пускай выскажут свое мнение. А если вы хотите научиться драться или освоить навыки самообороны, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Техника удара. Онлайн курс для домашних тренировок. Лучшие приемы. Растяжка для бойца. Эффективная работа на мешках, лапах и падах. Самооборона на улице. Избавление от страха уличной драки. Писподготовка для бойца. 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Продолжение следует. Продолжение следует.